Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Не забудьте сразу подписаться, чтобы не пропустить следующее бомбическое видео. А здесь мы поговорим с вами о 12 самых лучших сериалов в моей жизни. Сразу скажу, что в описании есть ссылки на все 12 сериалов, о которых я говорю, на какие-то смешные моменты. Не забудьте проверить! Итак, я большой фанат сериалов, если вы еще об этом не знали. Я решила собрать лучшие сериалы, насчитала их 12 и сделать их все в одном видео. Для вас, может быть, вы только в начале, так скажем, своего пути, или, может быть, вы ищете для себя что-то новое, обязательно найдете здесь стоящий сериал. Итак, первый это книжный магазин Блейка. Это британский ситком, выходивший с 2000 по 2004 год. Сериал рассказывает о жизни владельца книжного магазина Бернарда Блейка, его помощники Мэнни и их подруги Фрэнс. Блэк Букс это небольшой магазинчик в Лондоне, чей хозяин ирландист Бернард Блейк, приятно, один из неименее пригодных к этой работе людей. Он закрывает магазин, когда ему угодно, творит все, что хочет. Ему, в принципе, вообще не нужно продавать книги, он просто делает, что хочет. И в этом и помогает его помощник, который тоже уникальная личность. И по соседству их магазин находится другой, и вот там владельца, их знакомая Фрэн, которая такая же сумасшедшая, как, в принципе, они. Я никогда не могу говорить об этом сериале без улыбки, потому что это что-то совсем потрясающее. Мне кажется, это особо понравится тем людям, которые не прочь выпить бокальчик вина или чего-нибудь еще в середине рабочего дня. Или просто в середине дня, потому что они найдут в Бернарде Блейке просто своего товарища и кумира. Теория Большого Взрыва, это будет номер два. Наверняка вы все слышали об этом сериале. Это американский ситком, выходивший с 2007 по 2019 год. Всего было выпущено 12 сезонов, и по итогу это было 279 серий, что делает Теорию Большого Взрыва самым длинным ситкомом вообще в истории. Главными героями сериала являлось пять персонажей. Это первый Леонард Ховстедер. Это очень колоритный персонаж с довольно тяжелым детством. Его мама, она тоже научный работник, который практически ставил над ним опыты и не давал ему той любви, которую он заслуживает, что вылилось в очень большие проблемы во взрослой жизни. Второй персонаж это Шелдон Купер. Шелдон. Наверняка видели не один какой-нибудь мем, не смешное видео с ним. Это просто большой ребенок, он очень-очень талантливый по сюжету, но, к сожалению, совсем не приспособлен к самостоятельной жизни, что добавляет проблема Леонарду, который с ним живет. Пенни. Пенни. Это официантка, начинающая актриса, которая переезжает в тот же дом, в квартиру напротив к этим молодым людям, которая является их полной противоположностью. Это такая веселая, задорная девушка, которая любит клубы, бары, выпить. И по иронии судьбы в нее сразу же влюбляется Леонард. Также там друзья и коллеги Леонарда и Шелдона это Говард Уолуит, эдакий мамин сынок, который считает себя каким-то секс-гуру, которым, конечно же, он не является. И астрофизик Раджеш Кутропали, индейец, который говорит с очень смешным, типичным индийским акцентом, и у которого поначалу жуткие проблемы с разговорами с девушками. Он просто с ними не может говорить, что безумно интересно вплетено в сюжетную линию, вы просто обязаны это посмотреть. Номер три это сериал «Бруклин 9.9». По истории сериала можно сказать, что он довольно неоднозначный, но мне он очень-очень сильно нравится. Этот сериал рассказывает о полицейском участке, базирующемся в Нью-Йорке, в Бруклине, соответственно. И это очень интересное колоритное переплетение, знаете, какой-то криминальной составляющей, семейной, любовной, там вообще есть все в принципе. Также там есть два довольно интересных колоритных персонажа, точнее это два лентяя, которым, в принципе, не сдалась поимка преступников никуда. Они просто сидят, им бы вот была еда, и в принципе, больше ничего не надо. В 2018 телеканал решил закрыть сериал, но так как у этого сериала очень много фанатов, они все начали бастовать, в общем, требовать, чтобы его не закрывали, чтобы серии продолжали выходить. И в итоге в 2019 году права на этот сериал приобрел канал NBC, в принципе, на котором сейчас и продолжает идти этот сериал. Четвертый сериал под названием «Обмани меня» или «Теория лжи», по моему личному мнению, это самый лучший сериал, который я вообще видела. Он выходил с 2009 по 2011 года. По сюжету доктор Кэл Лейтман и его команды выполняют заказы различных третьих сторон, основные какие-то федеральные агенты, знаете, полиция. А также принимают участие в расследованиях, находя правду через применение психологии. То есть они анализируют поведение человека, его мимику, знаете, какие-то невербальные действия и помогают, в принципе, этим раскрыть преступление. Вообще персонаж Кэл Лейтман является прототипом реального человека Пола Экмана, осветил 30 лет своей жизни, карьеры, именно расследованию и составлению таких, скажем, карт «Теории лжи», именно основанной на невербальных каких-то признаках. Вообще Пол является автором 14 книг, в России на русском языке известна наиболее одна, называется она «Теория лжи». Её довольно легко найти, она не очень большая, если вам интересно, наверняка она много где есть, я, по-моему, заказывала на «Азоне», но, может быть, сейчас уже есть и в каких-нибудь буквоедах и в прочих магазинах книг. Там рассказана, изложена теория обнаружения, в принципе, людей, которые врут, по невербальным признакам. Румянец, учащенное дыхание. Мне так нравится вся эта тема, что я, по-моему, уже раза два или три пересматривала сериалы, у меня, то есть, есть книга, и я до сих пор продолжаю читать какие-то статьи на эту тему, потому что, если вы хотите больше понимать людей, понимать, когда они вам врут, то вот сериал, книга — это просто обязательно к прочтению и изучению. Номер пять — это «Братья по оружию». Это военный сериал, точнее, это мини-сериал о Второй мировой войне. Основан на книгах американского историка Стивена Амброза. Первый эпизод был показан в 2001 году, и он сразу же выиграл две премии — это «Эмми» и «Золотой глобус» — как лучший мини-сериал. В сериале рассказывается о боевом пути роты «Изи», второго батальона 506-го маршрутно-десантного войска и 101-й воздушно-десантной дивизии США. А рассказывается история с самого начала, с обучения в лагере города Тако, штата Джорджия, до высадки в Нормандии, знаете, таких операций, как Маркетгарден, Бостонское сражение, Орденская операция и, в принципе, просто до конца войны Второй мировой. Все события интерпретируются, исходя из исследований этого историка Стивена Амброза, через также интервью с участниками войны, которые, в принципе, небольшие вставки, вы можете посмотреть в каждой серии, то есть они, по-моему, начинаются и заканчиваются. Это реальные показания, точнее, реальные рассказы ветерана войны. Вообще, если будет корректно выделить главного героя, если так можно сказать, то на мое субъективное мнение это майор Ричард Уинтерс, который, кстати, живет в Пенсильвании, в городе Херши, который недалеко, в принципе, от меня находится. Там показывается, как он ведет свою роту, то есть от самого начала до конца, и вообще все люди из этой роты говорят, что он потрясающий человек, потому что он сумел быть не тем капитаном, знаете, который просто посылает людей на опасные операции, кидает их в жерло вулкана, так скажем. Он сумел быть тем капитаном, а впоследствии майором, который вел за собой свою роту, люди за ним хотели идти, хотели там, ну, не скажу, что там всегда прям были желающие броситься под танки и еще прочее, но они никогда еще не считали, что он к ним несправедлив или он их недооценивает. Они его очень уважают и очень ему признательны, потому что думают, что с другим бы капитаном они не смогли бы так легко пройти, может быть, вся бы рота просто развалилась. Знаете, там нет каких-то кадров реальной войны, кроме как интервью самих участников, это реальное, а остальное все постановочное, то есть там нет такого, знаете, что хотелось бы отвернуться или еще что-то, но тем не менее, как и во всех, наверное, военных фильмах, в принципе, ничего приятного в этом, конечно же, тоже нет. Вообще, голландская операция или Market Garden и высадка в Нормандии, они считаются очень крутыми, под ним написаны книги, по-моему, по Market Garden, она даже преподается в военных каких-то училищах и в армиях, как образцовая операция, по-моему, не только в США, хотя там, конечно же, тоже не обошлось без жертв. А сериал номер 6, это будет «Хорошее место» или «В лучшем мире», он еще называется. Эленор? Действие сериала происходит в реальности, где все люди после смерти оказываются либо в плохом мире, либо в хорошем. То есть в хорошем мире у них, если они набрали определенное количество очков во время пребывания на Земле, то все их желания в хорошем месте исполняют, знаете, ну, рай, одним словом. В первом сезоне главная героиня, Эленор Шелстроп, погибает при несколько позорных обстоятельствах, и по ошибке, она была не очень хорошим человеком, по ошибке она попадает в хорошее место, а туда же попадает также по ошибке и мелкий мошенник Джейсон Мендоза. Анёба понимает, что это все недоразумение, и они не заслужили места в хорошем мире. И также у них там есть родственные души, так называемые, то есть это идеальный человек, который вам подходит. И вот идеальный человек, Эленор, пытается ей помочь заслужить место в хорошем мире. Когда же вторая половинка Джейсона, светская львица Тахини Аль-Джамаль, помогает архитектору этого места разобраться с катастрофами, которые начали происходить, ну, из-за ошибки попадания этих двух людей. В итоге, через определенное количество времени, Эленор понимает, что она и ее друзья на самом деле в плохом месте, и это, так называемый, первый пилотный проект одного из демонов Майкла, который придумал новый вид пыток, это не физических, а моральных, психологических. А далее по сюжету происходит много интересной всякой фигни, где Майкл, этот демон, стирает им память, пытается заново-заново, но они, тем не менее, находят какие-то пути, понимают, что они на самом деле в плохом месте, чем срывают его авторитет и его план. Вообще, он здесь очень популярен в США, прям один из бестселлеров, но в России почему-то его мало кто смотрел, и я вам советую исправить эту ошибку, потому что это, правда, довольно достойный и хороший сериал. Номер семь, но, наверное, номер один для меня, это сериал «Эврик». Это тот сериал, с которого у меня началась любовь к вообще сериалам, с которого я начала смотреть и другие сериалы. Это американский научно-фантастический телесериал, хотя он был снят в Британской Колумбии и в Канаде. Рассказывается там о городке Эврика, одноимённое название, штат Орегон, который населён, знаете, супергениями, которые работают над открытием каких-то супермашин, знаете, и вообще они отвечают за прогресс за последние 50 лет. Вообще, этот городок типа скрытый, и то есть там только учёные, из обычных людей, там только шериф Джек Картер и его дочка. Но дочка вот там по случайности, так скажем, оказалась. Они не обладают никакими суперспособностями, то есть они их обычные, как мы с вами, ну, как все люди, в принципе, большинство людей. И на фоне, знаете, этих гениев, которые суперумные, суперкрутые, они выглядят немножко комично, но из-за того, что они такие более приземлённые, они очень легко, в принципе, нашли со всеми контакт и очень хорошо и быстро вписались в эту среду. Вообще, по сюжету, именно Джек Картер является одним из главных героев, обычный человек. Он помогает расследовать какие-то события и предотвратить сумасшедшие последствия после нечаянного, непреднамеренного или преднамеренного неправильного использования каких-то новых машин и аппаратов, которые могут привести к сумасшедшим просто последствиям, катаклизмам, имею в виду. И вот он с помощью учёных всегда находит выход, что и послужило, в принципе, вообще сюжетом этого сериала. Сериал начался в 2006 году и, к моему большому сожалению, закрылся в 2012. В России он был крайне непопулярен, хотя, по-моему, как и в Америке. В России он где-то шёл в 2-3 часа ночи по кабельному каналу, то есть когда, в принципе, наверное, только сумасшедшие не спят. Но благодаря ему я познакомилась с потрясающим человеком, имею в виду с подружкой, которая приезжала ко мне, то есть нас так сблизила любовь к этому сериалу, что мы очень долго хорошо общались. И знаете, что, мне кажется, вот с миллионниками вы не найдёте такого же сумасшедшего человека, как вы, который бы с вами разделял это время, когда вы не спите, просматриваете каждую новую серию, ждёте и потом обсуждаете, вот такие вот сериалы, мне кажется, те, которые помогают вам найти очень хороших людей и очень добрых вокруг вас. Это тот сериал, который точно так же, как «Теория лжи», в принципе, я готова пересматривать миллионы раз. Это очень-очень хороший сериал, я очень его советую посмотреть. А номер 8 – это сериал под названием «Американский вандал». Вообще, это псевдодокументальный веб-сериал, который является просто потрясающей пародией на все документалки. У него всего два сезона, он начался в 2017, закончился в 2018 году. Первый сезон рассказывает об расследованиях акта вандализма, то есть в одной из школ в один день на 27 машинных учителей кто-то нарисовал пенис. И все посчитали, что это местный клоун Дилан, и его, в принципе, исключили из школы без какого-либо расследования. И вот старшеклассники, значит, берутся за это дело, и они в лучших традициях, знаете, документальных сериалов проводят исследования, разговаривают с людьми, строят какие-то схемы, и в итоге находят настоящих виновников, поэтому это довольно интересно и комично. Во втором сезоне те же люди-расследователи, они расследуются в случае в частной католической школе, потому что кто-то, один из учеников или людей, кто туда вхож, который называет себя говнокрадом, подсыпает мальчит в школьный лимонад. Мальчит это типа слабительного, в общем, все начинают безудержно какать, как только его попьют. Подозрение падает сразу на одного из учеников, его исключают, и вот начинается расследование. По мне, это сериал не тот, который вы, конечно, наверное, будете пересматривать, по крайней мере, для меня он таким не является, но он очень хорошо заходит на контрасте с документальными фильмами, потому что в последнее время я смотрела очень много их, и вот такой вопрос, в принципе, довольно интересен, довольно смешно, знаете, такой тупой американский юмор, какие-то глупые шутки про, простите, какашки и пенисы, но это, в этом есть какая-то своя изюминка. Сериал номер 9, это «Две девицы на миле», это американский ситком, который рассказывает о жизни двух девушек в пригороде Нью-Йорка, в Уильямсбурге, которые работают официантками и хотят открыть собственный бизнес, но, конечно же, когда найдут на это деньги. Одна из них, знаете, Макс такая, знающая жизнь, которая с детства работала, она просто пашет на двух работах, чтобы свести концы с концами, и вторая девушка, это Кэролайн, которая по недоразумению, по ошибке своего отца, который проводил махинаты с деньгами, теряет все свое шикарное какое-то наследство, которое привыкло жить чуть ли не в замках, и сейчас ей просто не длежит жить, она вынуждена скитаться вот по съемным квартирам, в итоге она переезжает к Макс, и такой, знаете, и вообще таким двум людям очень сложно ужиться вместе, но это выливается в очень интересную сюжетную линию. И когда Макс показала Кэролайн, что она печет крутые кексы, довольно вкусные, то она, Кэролайн, сразу увидела в этом источник прибыли, и они обсудили и поняли, что для того, чтобы открыть бизнес именно этих капкейков, пироженок, им нужно 250 тысяч долларов. И пока они не накупляют ту сумму, им нужно работать в этой кафешке, в ресторанчике, где они работают с любвеобильным поваром Олегом и 75-летним черным таким перцем Эзлом, который довольно очень колоритный персонаж. И вот каждую серию там показывается, сколько они накопили, то есть какой у них плюс или какой у них минус, если они слишком много потратили. В общем, все сюжетные линии выстроены именно на том, как они пытаются заработать на собственный бизнес. Вообще в России снимают, ну, не пародию, знаете, они купили права, но там очень плохие комментарии. Если вам интересно, можете посмотреть оригинальную версию, видоамериканскую, и сравнить ее с русской. Наверняка американская выиграет, но все-таки. Не сказала бы, что это сериал, опять-таки, на пересмотр, но он очень неплохой, он очень популярен в Америке, довольно популярен, по-моему, в России. Он выходил с 2011 по 2017 год, то попробуйте посмотреть, знаете, первый сезон, и вы поймете, вам это нравится или нет. Итак, номер 10. Это «Симпсоны». Это мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии. Думаю, все его хоть раз, ну, парочку серий точно видели, знают, о чем я говорю. Я вообще не любитель каких-либо мультфильмов, знаете, всего-то нарисовано. Я предпочитаю это не смотреть, мне не нравится, но «Симпсоны» — это, ну, просто талантище, это что-то с чем-то. Он является самым длинным мультипликационным сериалом, который выходит с 1989 года, он выходит до сих пор, и в мае 2020 завершился показ 31 сезона сериала. Этот мультик, он показывает жизнь среднего американца, точнее, высмеивает ее. Там затрагиваются темы всего, политики, религии, науки, ну, вот, «Войны в Ираке», то есть все там, они ничего не боятся, они все затрагивают, все высмеивают, в телевидении в том числе, и сам телеканал «Фокс», по которому идет мультик. Номер 11 — это «Q.I. Шоу», для меня является самым трудно описываемым мероприятием, потому что, насколько я знаю, программы нет на русском языке, я начинала смотреть с субтитрами. Но дело в том, что если вы плохо владеете английским, потому что там, ну, довольно много шуток базируется на, знаете, этих, на этой игре слов, словосочетаниях, которые при переводе теряют свой смысл, знаете, свою колкость. Но, в принципе, и без них это шоу полное юмора и просто прекрасное настроение. На русском это можно перевести как весьма интересно. Это британская интеллектуальная комедийно-игровая телепрограмма. Суть игры заключается в том, чтобы правильно ответить на максимальное количество вопросов, но так как эти вопросы зачастую какие-то очень сложно объяснимые, то баллы начисляются так же и за наиболее интересные и смешные ответы. Встречаются также вопросы, то есть ответы на которые настолько очевидны, что если игрок их озвучит, у него снимаются баллы. То есть можно уйти даже в минус, что не один раз сделал один из участников. Я вам ее очень советую посмотреть, если вы более-менее такой fluent in English, потому что в таком случае, когда вы только посмотрите хоть одну серию, вам просто обеспечен заряд бодрости и веселья. На весь день делайте это с утра и будете в отличном настроении в принципе всегда. Итак, последний, двенадцатый номер. Это будет сериал под названием «Настоящий детектив». Наверняка многие о нем слышали. Я смотрела только первый сезон и по мнению критиков и вообще многих тех, кто смотрел все сезоны, первый вам точно нужно посмотреть, а дальше уже по вашему усмотрению. В первом сезоне рассказывается история двух полицейских из штата Лузиана, которые расследуют убийство 17 лет. Главные роли в сериале исполнили Мэтчи Макконахи, Вуди Харрельсон и Мишель Монаген. Этому сезону достались восторженные отзывы критиков и забыла говорить, что это сериал-онтология, то есть сезоны между собой вообще не связаны, они рассказывают о разных ситуациях. А вас я попрошу в комментариях оставить вашу рекомендацию. Я всегда в поисках чего-то нового, интересного. Пожалуйста, напишите, какой сериал вы считаете лучшим или какое шоу, которое я, может быть, не назвала. А на этом я, в принципе, заканчиваю свое видео. Скоро будет видео про лучшие документальные фильмы, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Также подписывайтесь на мой инстаграм, все ссылочки я обязательно оставлю внизу в описании. А мы с вами увидимся совсем уже скоро. Всем большое спасибо за просмотр, всем отличного дня и всем пока-пока!